Первый из них это ResearchGate. Это деловая научная сеть для всех ученых и исследователей, кто в том числе встает на этот путь, и у него возникает потребность поиска актуальной свежей информации. ResearchGate.net можно зарегистрироваться, как ранее это можно было с любого почтового ящика. Сейчас обязательно требуется корпоративный электронный адрес, то есть ваша привязка к организации, к университету, к институту. Но также можно через знакомого пригласить вступить в качестве друга в сеть ResearchGate. На главной странице вы будете видеть ваш профиль при регистрации. Обязательно укажите информацию о себе, обязательно ключевые слова, дисциплины, которые связаны с тематикой ваших исследований, либо то, что вы будете желать видеть на стене по принципу социальной сети, когда будут выходить периодически какие-то новинки, научные статьи. Они будут отображаться у вас на стене. Если же в перспективе вы будете производить научную продукцию, статьи, то у вас будет ваша же статистика, сколько научных статей, сколько цитирований произведено. Но при этом что-то у вас доступно полнотекстово для скачивания, а какие-то вещи издательством закрыты. Но при этом автор может отправить запрос прямой автору или соавтору статьи. И в ответ вам может прийти полнотекстовый вариант в PDF формате. Поэтому в своем личном профиле обязательно отметите то, что вас интересует. К примеру, по моим отмеченным ключевым словам, если перейти на вкладку, то отобразится ваша стена, где как раз вы видели вы счетчик 10 новинок. То есть то, что связано с моей тематикой исследований, либо ассоциативно как-то по ключевым словам, либо по соавторам, может появиться для общего обозрения. И здесь вы видите либо готовый вариант скачать, либо если защищены полнотексты издательством, то вы можете запросить. Также здесь какая-то реклама, могут постеры выходить, кроме научных статей, могут какие-то обсуждаемые темы. Но при этом обратите внимание, то есть кроме того, что скачать, есть вариант запросить полный текст. Вы можете запросить, сформировать запрос, писать, почему он вас интересует, либо проигнорировать это и отправить автору. Он в ответ вам вышлет полнотекстовый вариант, если опять же посчитает это возможным. Поэтому все новинки, актуальные, которые появляются, они в первую очередь будут отображаться у вас на стене. И нет необходимости по ключевым словам заходить на сайт из журналов, сайт издательств, либо писать коллегам, что у вас нового появилось. Все у вас будет отображаться здесь. Затем при поиске сквозном, давайте одним, в общем, уже привыкшим к нам терминам рода криптограмма. Когда вы завели у себя ключевые слова, вы можете также производить поиск. И у вас выпадает вариант, то есть исследования, либо исследователи, которые занимаются этой тематикой. Затем проекты, непосредственно публикации, которые с данным ключевым словом вышли. Ну, финансирование, вопросы, работа, вакансии, институты, связанные с этим термином, вы можете изучать в дальнейшем. Но по этому ключевому слову также у вас будут выпадать научные статьи, по которым вы либо запрашиваете полнотекст, либо уже, если это в открытом варианте, скачиваете. Очень полезный инструмент и ресурс в части добывания статей, которые вот-вот вышли в сеть, то есть впервые в сети интернет стали обнародованы. Затем вам приходят определенные сообщения, у вас есть некие связи с друзьями или с авторами, которые такими являются. И также их материалы будут выходить на общую стену. Поэтому рекомендую этот ресурс, один из первых, по которому вы можете и искать новые статьи, и в дальнейшем также свои материалы позиционировать. Тем самым будет большее количество просмотров и потенциальных цитирований, кто заинтересуется вашим материалом, использует у себя в работе. И тем самым будете вы также процитированы, что в целом повлияет на ваш общий индекс Хирша и позитивную библиометрию. Затем ресурс это Google Школяр или Google Академия, по которому во всей сети индексации Google вы можете находить статьи, используя некий поиск, который ищет именно в научной периодике материал. Если на Google открытом поисковике там все ресурсы в сети интернет, то здесь у вас будет прямая ссылка, где находится тот или иной материал со ссылкой на полнотекстовую версию. И как раз видите вот ResearchGate, там полнотекстовый вариант размещен. У вас там будет ссылка, уже перейдет непосредственно в ResearchGate. Также, ну что с открытым доступом, он позволит и без регистрации в ResearchGate скачать данную статью. И при этом у вас также есть моя библиометрия, мой профиль, по которой вы можете в дальнейшем, если вы будете производителем научной продукции, отслеживать свою статистику в части индекса Хирша, цитирований вашего материала, просмотров и всего прочего. Поэтому также поиск литературы и ваша библиометрия достаточно ценный, мощный ресурс, рекомендую для использования. Здесь же у нас в Google отдельно есть оцифрованные монографии и крупные также научные статьи, обзоры, ну и небольшие статьи, по которым вы можете искать оцифрованный материал, опечатку произвел, среди имеющегося материала в Google книге. Мне порой приходилось находить материал, который был утерян, и я не мог в библиотеках физически найти эти номера периодических изданий, а буквально несколько листиков, которые были восстановлены в этом проекте Google книги, мне удалось найти и удалось как бы найти именно те странички, которые мне были необходимы по описанию вида. Поэтому Google книги также рекомендую для просмотра, для поиска необходимой вам информации. Затем переходим в нашу научно-электронную библиотеку российскую. Здесь для того, чтобы также производить скачивание, вам необходимо произвести регистрацию, желательно не забывать пароль. Достаточно сложная система по восстановлению этого пароля, как я знаю. И после того, как вы произвели регистрацию, вы можете искать по рубрикатору, либо среди журналов, либо поиск по ключевым словам, либо конкретных авторов можете искать. Обратите внимание, что здесь определяется IP-адрес компьютера и название организации, если я захожу из корпоративной сети. Это очень важный момент на будущее. Некоторые организации имеют договор с электронными библиотеками, с базами цитирования, о которых я попозже скажу. И они позволяют в полнотекстовом варианте находить больше материала. Поэтому, если вы учитесь, либо работаете в университете, в институте академическом, вы можете этот момент уточнить. И тогда из корпоративной сети, когда вы выходите, вам может быть доступ к большим количествам материалов в полнотекстовом варианте. А также, возможно, это будут какие-то отсканированные изображения, либо коллекции, либо также монографии. И вы получите возможность по своим источникам как можно больше получить сведений. Кроме этого, если у вас научная стажировка, либо какие-то возможности попасть в другую организацию, уточните доступ к каким издательствам, каким ресурсам по корпоративной сети возможен из той организации. И, пользуясь моментом, накачайте себе материал и в дальнейшем его обрабатывайте в работе. Поэтому здесь мы можем найти, как информацию по авторам. Допустим, вот найдем по мне Ваганов Алексей. Можно прям сократить таким образом. Владимирович. Поиск. Выбираете необходимый вам город, либо аффилиацию за организацией. И можете перейти на библиометрию, то есть анализ публикационной активности, увидеть индекс Хирша, цитирование, либо просмотреть публикации конкретного автора, если вы знаете, что этот человек занимается данной тематикой. И вам необходимо найти информацию о его статьях, монографиях. Также здесь патенты размещаются в тарифераты и диссертации. Очень полезный инструмент. Либо вы ищите также по журналам. Можете сузить поиск, то есть выбрать какую-то определенную тематику, либо конкретное название. Допустим, по биологии. Очень удобно здесь отображены в карточке журнала базы цитирования, в которых журнал индексируется. Допустим, входит в ядру RINZ. Либо вы можете выбрать сведения о включении в Web of Science, сведения о включении в Scopus. Допустим, только в Scopus. Язык публикации, к примеру, только русский. И, к примеру, входит в ядро RINZ. Сортировка по числу цитирований, к примеру, по востребованности журнала. Можете произвести данный поиск, найти журнал, который вам необходим, посмотреть дополнительные сведения. Можете увидеть официальный сайт журнала. Иногда не сразу получается найти. Официальный сайт журнала. Также актуальные сведения о редколлегии. Периодичность. И посмотреть оглавление выпусков журнала. Как раз здесь вы можете увидеть возможность скачивания. Здесь обратите внимание, если зеленым в легенде, то это полнотекст скачивается. Полный текст может быть получен через систему заказов, либо доступен на сайте издательства, либо полностью текст закрыт. И можете по содержанию таким образом найти необходимый вам материал. Либо перейти на архив сайта журнала и там производить поиск. А можете также через e-library производить поиск. Но при этом вы можете организовать поиск по ключевым словам. А к примеру, мы также набираем криптограмму в ключевых словах, в статьях журнала, делаем необходимые отметки, производим поиск. И неважно, в каком журнале находится этот материал, необходимый вам, он будет отображен здесь, в том числе с количеством цитирований по всей библиотеке. При этом, несмотря на то, что она национальная библиотека, здесь индексируются и иностранные журналы в достаточно большом количестве. Вы можете поиск производить и по ним также. Но если говорить про мировой уровень, то у нас две базы цитирования, по которым вы также можете видеть библиометрию по себе, находить источники. Не всегда, конечно, в полнотекстовом варианте, но как каталог, как некий реферативный источник можно использовать данные базы цитирования. То есть мы можем найти автора, это вы посмотрите по интересующих вас авторам. Все-таки мы говорим про начинающих исследователей, когда у вас основная задача это поиск материала, а не собственные библиометрические параметры. Если вы планируете, в том числе, производить научные... Если вы в том числе планируете производить научные статьи, заниматься серьезными исследованиями, то вам необходимо обязательно на английском языке, когда будет ваша фамилия звучать, называть во всех статьях одинаково. Это очень важно на будущее, чтобы у вас не было раздвоения профилей либо каких-то прочих проблем с идентификацией у вас в международном научном пространстве. Поэтому здесь вы можете также выбрать вариант ключевых слов, либо название статьи, выбрать термин и произвести поиск. Здесь будет список также названий статей в журнале, в котором было издано автор и соавторы, где это упоминалось слово либо ваш термин. И затем вы переходите к конкретной статье и пытаетесь понять, насколько вам она полезна. Читаете аннотацию. Самое важное, когда вы работаете в реферативных базах Scopus или Web of Science, вам необходимо найти уникальный идентификатор статьи, называется DOI. И с помощью вот этого индекса вы можете данную статью искать на других источниках, на издательствах, в архивах журналах. Либо, сейчас я вам скажу об одном интересном проекте, по которому вы можете найти полнотекстовые варианты статей. Таким образом, Scopus и Web of Science два наиболее мощных агрегатора данных всей научной переводики, а также сведения о библиометрии автора. Принцип поиска аналогичный, то есть также через ключевые слова, либо через авторов название, год публикации, то есть любые варианты. Вы находите список необходимых источников, но не всегда вы их сможете найти в полнотексте. Если мы вернемся, допустим, в Google Scholar, либо ResearchGate, и тогда вам на помощь может прийти проект SCI Hub, у него постоянного адреса нет в сети, в поисковике. Можете набрать SCI Hub и произвести поиск. И здесь как раз потребуется вам либо идентификатор DOE, который уникальный для каждой статьи, либо использовать URL-адрес тупиковой ссылки, когда требуется оплата для того, чтобы данную статью скачать. Этот проект имеет свою историю, свои плюсы и минусы. Издательства, конечно, настроены против данного проекта, но научное сообщество, наоборот, пропагандирует открытое распространение сведений, которые содержатся в научных статьях, как результаты научных статей, под основной такой идеей, что научно-технологический прогресс должен развиваться без каких-то барьеров, в том числе для молодых исследователей, которые не могут в данный момент оплатить и купить статью, но им не должно служить ограничением ничто для того, чтобы получить новые знания. Поэтому вы можете вставить этот индекс уникальной статьи, и SCI Hub произведет вам возможность открыть эту научную статью и произвести сохранение на ваш компьютер данного файла. Вот такой вот фокус, очень полезный. Ну, то есть, сохранить материал вы можете здесь и вернуться, произвести поиск заново. Затем в завершении уже более хотелось бы отметить про ресурс Dimensions, который также достаточно является амбициозным и пытается создать некую карту науки всего мира, где кроме библиометрических данных есть сведения о научных проектах, есть сведения о патентах и прочей сопутствующей информации, которая уже характеризует всю деятельность исследователей либо группы исследователей. И по ней вы также можете произведить поиск. Если мы не берем вы уже догадываетесь, что в ключевом слове, то тогда будет перечень статей. Но кроме публикации вы можете видеть совершенно другие направления деятельности научных коллективов, которые связаны с данным ключевым словом. Сейчас проект достаточно хорошие обороты набрал, является неким хорошим аналитическим инструментом для анализа научной активности совокупной и научных групп, и стран. Далее ресурс это очень интересный по сути подобный Google книги, которые мы смотрели. Но здесь на самом деле как мне кажется база оцифрованных материалов, особенно достаточно старых, намного шире. когда вы производите поиск необходимых вам материалов, вы можете слева затем сузить, то есть это книга либо научная статья, можете сузить по годам поиск, то есть видите с какого года уже начинается поиск этого материала, на самом деле это далеко не самый глубокий архив, мне попадался намного серьезнее, то есть до начала 18 века по своим источникам я искал. Можете также группу выделить, то есть растения, грибы, язык, на котором этот источник выполнен и когда вы находите то, что вам необходимо, сократив до конкретного источника, если это он, когда вы просматриваете уже цифровый материал, можете пронаблюдать, допустим выбираете какой-то выпуск, который вам конкретно необходим, заходите, затем вам необходимо произвести следующее, вы выбираете страницы для загрузки, просто лишь кликаем те страницы, которые необходимы, чтобы вас скачались, как вы видите, сейчас я выделил три страницы, четыре, пять и так далее, сколько вам необходимо, затем вы формируете запрос, указываете email-адрес, который будет отправлен, дополнительные сведения, то есть название автора, какой конкретно вы объект искали, либо какую-то проблематику искали, но это очень важно даже не для ресурса, который использует данные сведения, а для вас, когда вот эти все сведения у вас будут отображаться в конкретном сообщении, которое вы получите на электронную почту, вам на будущее будет легче ориентироваться и по ссылке, которая придет, вы всегда сможете скачать этот материал, он будет храниться у вас на почте, только лишь эти 5 или сколько вам нужно страниц, нажимаете finish и после определенной обработки, по-разному она занимает, от минуты, может до суток, то вам придет этот источник на почту и вы будете использовать в PDF формате, как правило, очень удобный и полезный, особенно для каких-то старых источников. И затем последний блок это номенклатура ботаническая, к примеру, вам необходимо найти год автора описанного вида, опять же набираем название рода, здесь единственное правильное именование под довидового, кроме этого, здесь у вас отметка в каком источнике, какой автор, на какой странице, было первое описание произведено и, как видите, дополнительная интеграция с BHL, кстати, в GBAF, также при поиске вида, сейчас BHL интегрировался с базой знаний от GBAF и вы можете попадать сразу на страницу первого описания данного вида, причем, отмечу, конечно же, вот в этой электронной библиотеке BHL находятся сведения по всем живым объектам независимо и при этом вы попадаете сразу на страницу, то есть это некая интеграция справочника номенклатурного с источником, но при этом, как вы знаете, GBAF уже интегрирует кроме прочих видов знаний, то есть геномных, пространственных, также вот знания о каталогах и оцифрованных источниках литературы, то есть в перспективе мы все эти ресурсы, я так думаю, увидим в общем агрегаторе всех уровней, всех видов знаний на ресурсе GBAF. Для зоологов это их официальный справочник номенклатуры по всем живым объектам, конечно же, на латыни вводим все сведения, это зообанк, есть специализированные допустим по водорослям LGA база, по которым также можно найти сведения номенклатурные, но это так в качестве дополнения.